Тайга, убежище, часть шестая на сегодня. Привяжите там лайку, к синему столбику снизу, шоб не гаукала. Шо непонятно, поняли, не забывайте. Это ваше спасибо, как отче наш, и жиеси на небеси. Понятно вам? Вот так. А на сегодня часть шестая у нас. Поехали, ребята. И Лена ушла. Но не в избушку, а во двор, чтобы проверить подстилку в будке временно одинокого шайтана. И ровно через пять минут с крышей как раздалась такая отборнейшая ругань. И девушка выскочила на улицу и сразу не смогла понять, почему вместо Виктора, около трубы, сидит какой-то негер. Да, стеклова подвела профилактика. Он спихнул шубу в сугроб с другой стороны избушки, чтобы Ленка не заметила, и честно дернул за металлическую шапочку над трубой, проверяя прочность ее установки. Но конический колпачок держался на трех тоненьких-тоненьких длинных рожках, рожочках, и легко выдернулся вместе с порцией сажи, грязи, чумажей, которая так и плюхнулась домовитому хозяину прямо в лицо. Прямо по цимбалам дала. Получил вот так вот, конспирологи. А у мужчины сначала отплевывался, ругался, капец как ругался, а потом в ярости стукнул обеими руками по этой крыше, и послышался хруст. И все. И дырка. И трубачий свалился вместе с лавиной снега с крыши прямо к ногам изумленной Леночки. Да, от смеха удержаться было просто невозможно. Нереально. В сугробе сидел мужик с черным-причерным лицом. Ну, точно негр. На котором сверкали синие-белые глаза. Блым-блым. И тер еще снежком высунутый свой язык. Тоже белый. На этом фоне. Ленка пыталась у него что-то спросить, но от смеха не могла выговорить ни слова. Шайтан, совершенно сбитый с толку переполохом и этакой маскировкой хозяина, бегал вокруг тунды-сунды. И что ему остается? И громко тявкал. Ага. Не провязали собаку? Будете знать. И стеклов очищал себя сажу самым чудным способом. Он встал на четвереньки, точно как та самбака, и въехал прям головой и плечами всю гроб. По полной въехал. И задом-задом вылез из этого снега, как из туннеля. Отрыхнулся, как большая собака, и потом опять повторил процедуру. С мокрым, но уже более чистым лицом он сгреб икающую от смеха Лену и потащил ее домой, подальше отсюда. Ну, нельзя тебе так на морозе хохотать. А ну, рот закрой. А ну, закрой рот. А то кишки еще простудишь. А ну, мне надо? Сердился на ее он. Я, ой, я никогда не видела, ой, снег так... Я даже не знала, пыталась объяснить ему Лена. Не знала она, передразнил ее Витька, на мылевое лицо перед умывальником. А ты и снега раньше, небось, не видела? Да, да, действительно повеселились от души. Ничего не скажешь. Хе-хе, дело случая, так сказать. Смешно, никуда ни денесе. Но вечером девушка напрасно ждала Виктора. Он упорно таращился в свой ноутбук, а когда понял, что Лена спит, ушел искать шубу в сугробе. Притащил ее, вытащил, отряхнул и положил прямо у порога. Белка просилась на улицу всегда в одно и то же время, всегда так, и всегда будила хозяйку. Точно так вышло и в этот раз. Сонная кромяна дошла до двери, на ощупь дошла и наступила на что-то мокрое, холодное и волохатое. Хоть она и не была пугливой, но тут заорала, шо есть мочи, как заорет, алярма, и отпрыгнула в сторону. Грохот, лай собаки и крики разбудили Виктора. Шо-то там такое дейться? И он выхватил из-под подушки фонарик и ломанулся на кухню. «Витя, там кто-то лежит у дверей», — испуганно сообщила Ленка. «Да кто-то может лежать», — не понял сначала мужчина. «Дверь же закрыта». «Ну, я же наступила на кого-то», — доказывала она. И только тут до стеклова дошло, дошло до перегородки. Дошло, что его маленький сюрприз не получился. И он направил свет от фонарика на темную непонятную субстанцию, распластанную на полу. Белка резко передумала гулять. Резко причем. И скорее забрался под топчан к шиночекам. На всякий случай. А что там смотреть? Шкура она и есть, шкура. Но шуму было много. Ух, цельный переполох. Лучше уж потерпеть, пока все там успокоится. Потому и залезла назад, в норку. «Эх ты! Да это и есть твоя! Твоя шуба! Просто она в снегу была, и я решил отогреть ее. Может, пригодится еще тебе? Она высохнет и будет в норме. Ну, да не сомневайся ты!» И он поднял эту мокрую одежку, встряхнул ее и повесил на крючочек у двери. «А я, а я думала, что ты ее, это, топором и в печку!» Дрогнувшим голосом выговорила Лена. «Да ты что!» И он обнял ее. «Это же твой подарок!» «Как?» А шуба действительно высохла и стала как будто даже краше от вынужденной заморозки. И вот в день Икс Стеклов стал первым и постарался справиться с сервировкой. До последнего момента не мог решить вопрос, но уже перед выносом завтрака в комнату нашел нестандартный выход из сложной ситуации. «Лен! Лена! Просыпайся! Я тебе тут сюрприз приготовил!» Журчал прямо над ухом волнующий голос. «Кофе остывает!» Девушка сквозь сон действительно почувствовала запах любимейшего напитка. На столе, на столике, в чудных алюминиевых розетках были налиты мед и сгущённое молоко. Пара кусочков хлеба, поджаренного до золотистой корочки, лежала в широкой пластиковой крышке от большой канистры. И ещё что-то, прикрытое краем полотенца, было спрятано рядом с этим угощением. «А где кофе?» — не поняла Кромина. «М?» «Это я отдельно принёс, чтобы не плеснуть на игрушку», — гордо сообщил романтик. «На какую игрушку?» — удивилась Лена. «Ну, тут чё-то под полотенцем вдруг зашевелилось. Зашевелилось!» И мужчина в последний момент едва успел придержать стол, который девушка чуть не опрокинула от неожиданности. «Разбудили!» — огорчился Виктор. И больше задавать вопросы не пришлось. Лена всё поняла и стала смеяться, когда разглядела, что на столике лежит её драгоценная терра. Собачушка зевала, позёвывала, открывая розовую свою пасть. И потягивалась ещё. Растёт растущий организм. И хозяйка не утерпела, и принялась тискать своё сокровище. А потом... Потом и смотрела внимательно мордашку терры и обрадовалась. «Витя! Да она же глазки открыла! Смотри! Ура!» Щенок был обласкан и припровождён к мамаше под бок. Прямо под бок. А куда же ещё? А Стеклов чуть не огорчился, что в возне с животным Лена забыла про него и про его все старания. Но счастливица вернулась. Лёгкий завтрак до двоих был съеден. И на десерт мужчине досталась девушка, очарованная нежданным праздником. За все старания Стеклов был вознаграждён самым приятным образом. В свою очередь девушка тоже придумала способ порадовать любимого. И Лена решила пойти испытанным путём. Гастрономическим. Прямиком через желудок. В один из дней, когда Стеклов пришёл к обеду после очередной битвы с горами снега, молодая хозяйка поставила перед ним... «Миску! Миску! Миску с пельменями!» «Это что?» — не поверил своим глазам Виктор. «Пельмени!» «Чего? И где ты их тут взяла?» «В супермаркете! Упаковку показать!» И она рассмеялась. «Ну что, ты смеёшься? А фарш? Фарш из чего?» «Из мяса!» «Да ты попробуй! Попробуй!» По причине некоторой неопытности, неопытности нашей хозяйки, стрепухи, кулинарные шедевры получились огромнейшими. Как вареники. Точно. Изумлённый мужчина подцепил на ложку такой пельмень, размером чуть ли не с крупное яйцо, и с вожделением откусил от него половину. Больше не смог. «Ну-у-у! Как вкусно!» Пытался выговорить с набитым ртом. «М-м-м!» А Кромина сидела и ожмлела от удовольствия, глядя, как он ест. «Намынает!» Чтобы получить фарш, она мелко-мелко резала слегка подтаявшее мясо. А потом, накрыв от окрошева куском полиэтиленовой плёнки, катала по нему тяжёлый обрубок от металлического ломика. «Находчивая хозяйка! Ничего не скажешь!» И фарш получился не прокрученным, а раздавленным бетонной плитой. Но результат оказался действительно впечатляющим. И она даже подумала, что так, наверное, даже вкуснее, чем крутить его через мясорубку. Ведь где-то она читала, то ли в Грузии, то ли где, нарезают мясо в фарш для чебуреков и так далее. То есть очень похожий результат. И действительно, здесь, в тайге, это дорогого стоит. У Стеклова чуть челюсть не выпала от удивления, когда Лена обрисовала ему технологию приготовления сего блюда. Вот это да! Я бы в жизни не догадался. Ну, порубить там ножом или топориком, да, это ещё можно. Но чтобы вот так плющить его потом. Ну ты, ну ты колхоз! И она вытащила на прогулку белкиных щенков. На разъезжающихся в стороны лапах, с дрожащими от напряжения хвостиками, молодняк ползал по полу, натыкаясь друг на друга и на ноги людей. Беспокойная мамаша зорко следила, чтобы детишки не разбегались, не разбредались далеко. И время от времени ловила и облизывала кого-нибудь из отпрысков. Мол, туда зя, а сюда нельзя. Шо непонятно. Вот видишь, Тера? Самая маленькая. Самая махонькая Тера. Ей еды не хватает. Переживала Лена, стоя на коленках, прям посредине кухни. Может, ее подкармливать надо? Да зачем? Еще чего не хватало, удивлялся Виктор. Она мельче, потому что сучка. Да и белка тоже, вон, некрупная собака. Он вел разговор о животных. А сам все норовил обнять девушку. Зато она самая шустрая. О, смотри, какая! Радовалась собачья воспитательница. Ага. Мелкие почти всегда такие. Поддалкивал, поддакивал стеклов. И вот так вот промелькнул целый декабрь. И Виктор и Лена заметили, что дни летели быстрее. Действительно быстрее, чем прежде. Это очень ощущалось. Обычные дела стали интереснее. Потому что почти все молодое, молодые люди делали вдвоем. На крошечном пространстве, ограниченном стенами таежной избушки, им было удобно и легко. Они словно забыли, что обоим придется возвращаться совсем в другую жизнь. О которой часто говорили между собой. Стеклов вспоминал разные истории своей экспедиционной жизни. А его собеседница рассказывала о школе, об экзаменах и о своих друзьях. Иногда это выходило очень даже забавно. Потому что привычки и интересы мужчины и девушки сильно, кардинально отличались. — Витя, Витя, а ты похож знаешь на кого? — На росомаху, — сказала однажды Лена. Стеклов замолчал и насупился поначалу. Дулся он почти целый день. И девушка не могла понять, что-то такое случилось. И уже перед сном Виктор не выдержал. — Лена, росомаха — это самый поганый зверь в этом лесу. Везде залезет, все сожрет, все переломает. Хуже медведя. Хай бог мылует. Что не сможет съесть, то вообще все подспортит. — Слышала? Слышала такую поговорку? — Я князь им, чтоб он откусываю. Вот это точно про росомаху. Действительно, хуже в адмедя. А убить ее в... да... Убить-то ее не так-то и просто. Ух, живучая собака. — И что? Ты говоришь, я действительно на нее похож. Что, тоже такой противный? Стараясь сдерживать возмущение, пытался разобраться хозяин. Ленка аж обалдела. Она-то была уверена, что сказала комплимент. А она-то... оно-то вон как получилось. Девушке и в голову не могло прийти, что Стеклов понятия не имел о существовании фильмов, о таинственных людях с суперспособностями. Икс-мен, Икс-люди, Человек-камень и так далее. Человек-росомаха. Неужели он не слышал? Для нее герой, Хью Джекман, был образцом мускулистости и выносливости. Че, не слышал, что ли? Думала она. Да я это... я про другого росомаху сказала. Который это... в людях Икс. Че, не смотрел, что ли? Объяснила Кромена. В каких людях? Хм-хм... в людях. Ну, кино такое. Люди Икс. Я в кино не хожу. Мне некогда, ответил Виктор. Ну, и Ленка, как смогла, рассказала все-таки о крепком парне с кинжалами на руках. Который может нырнуть хоть в воду, хоть через стекло. А тебе нравятся фильмы, которые рассказы вы выбрали? Неожиданно спросил мужчина. Или ты другие смотришь? Да и всякие. Я разные смотрю, успокоила девушка. Но мы с девчонками всегда старались не пропускать новые. Всегда, значит, новенькие ходили. И название известных фильмов, тем более последних лет, стеклову ни о чем не говорили. Все это было где-то там, помимо его жизни. От грустных мыслей обоих отвлекла веселая хвостатая компания, которая занималась дележом куска шкуры медведя. Щенки росли достаточно быстро. Все время устраивали борьбу. Смешно лаяли друг на друга. Тявкали и на хозяев тоже. И верховодил во всем щенок с рыжим ухом. Но теперь стеклову окрас собаки уже не казался странным. Потому что характер у этой трехцветной сучки был самый боевой. А? Пацаньета растет. Залезть в волочную чуню хозяина и уснуть там могла только Тера. Остальным такая привилегия не полагалась. И не потому, что хозяин был против. Просто свое любимое место Терышка никому никогда не уступала. Мое? Да и только! Ты только посмотри на нее. Боевая баба растет. Боевая. И вот 30 декабря Лена и Виктор увезли трех кобельков к староверам. И неожиданно получили от них в подарок. Подарок ведерко соленой капусты и пол мешка свежих овощей. Свеклы, морковки и картошки. Бульбоплоды, в общем. Пока Лена расставалась со своими питомцами, Стеклов разговаривал с Рассказовым. А потом и еще с кем-то. И этот кто-то сначала орал в трубку так орал, что Виктор ожморшился, как от приступа зубной боли. А позже, излив свой гнев, собеседник успокоился. И последующий разговор получился вполне деловым. Лена, иди сюда. Распахнул дверь в избушку и позвал девушку немного растерянный мужчина. Что? Вошла в тепло улыбающаяся Ленка. Понимаешь, Сергей очень долго ничего не рассказывал твоему отцу. Ну, в конце концов, пришлось все-таки. Веру и Петра Никоноровича он всю, во всю эту историю посвящать не стал. Так что все новости Никита усваивал в одиночестве и действовал тоже сам. Он быстро сообразил, что Игорь не просто так к гостю к деду приходил. И уже вторую неделю его там пытает. Угу. Рассказов не советует звонить кому-нибудь, кроме него. Но я думаю... Я думаю, что можно. И Стеклов говорил, и на Лену не смотрел даже. А когда взглянул, то испугался. Ты чего? Там все хорошо. Все живы. Все нормально. Поспешил обнять побледневшую Кромину, которая решила, что с кем-то из родных случилось вообще несчастье. Стянул с нее шапку и шубу. Усадил на лавку и силой вложил в рубку телефонную трубку. Мол, на. Держи. Лена, ты сейчас всем позвонишь. Слышишь? Всем. И родителям. И деду своему. Ты только успокойся, а ты еще напугаешь их. Убеждал он девушку. Мы с Никитой тут договорились, что он не будет про нас рассказывать. А Сергей часть денег уже вернул. Да, действительно вернул. Я тебе дома все подробно расскажу. Я сказал твоему отцу, что мы в деревне живем. В деревне. Понимаешь? Но Вера с дедом уверены, что ты за границей. Они регулярно получают от тебя письма из Финляндии. Дома. Он называл ту самую лесную избушку именно своим домом. Дом. Родной дом. Как есть. В глухой тайге. Родная избушечка. И подразумевала, что дом это не только его, но и ее тоже. В том числе. А Ленка сидела и таращила на него глаза. И от неживности не могла вспомнить номер телефона отца. Потом справилась с собой и все-таки набрала нужные цифры. Стеклов хотел уйти, чтобы не мешать. Но Ленка вцепилась в его руку так крепко, что даже больно было. И не отпускала, пока не поговорила со всеми, со всеми родственничками. Некоторые ее ответы были откровенным враньем, скажем так. Но собеседники об этом не знали. Даже не догадывались. Вон оно чего. Отцу она заливала одно. Пап, тут деревня маленькая. Совсем махонькая. Молодежи мало. В основном только пожилые люди. Детки да бабки. Ага. Я у бабушки живу. Матрёны Ивановны. Она примерно вот как наш дед, точно. А Виктор Михайлович вообще у Лесника живет. Дом на окраине. Да, да. Хата с краю, да, точно. Они-то на охоту ходят там. То лес пилят. Ну, а что еще делать? Правильно? Вот телефон только недавно настроили. А так связи вообще никакой. Да, баня есть, конечно. Есть. Я вот тут собачка воспитываю. И кино по Видику смотрю. Собака здесь в основном лайки. И щенки. И щенки у них. Да. Виктор Михайлович редко бывает. Я его не вижу почти. Папа. Ну, пап, ну что ты? Никто ко мне не пристает. Чего это ты? А в разговоре с мамой и дедом темы были совсем другие. А тут учеба совсем слабая. Колледж так себе. Домоводство, собаководство, спортивное ориентирование преподают. Тут поселок вообще небольшой. А в городе учиться там дорого очень. Я скоро приеду. Буду восстанавливаться в институте и учиться у нас. Да, у нас там больше пользы. Это точно. Тут так. Вилам и по воде, как ты говоришь. Но у них тут вообще все строго. Чуть ли не монашек воспитывают. Парней вообще никаких нет. И даже не разрешают общаться. На всякий случай. А зима тут страна-то северная. Снег и тайга. Я звоню вот от учительницы. От учительницы по физкультуре. Мы с ней очень подружились. И вот она разрешила мне позвонить. Конечно же, Лена все выспросила у мамы. Про ее беременность. А у деда про гипертонию и радикулит. Про склероз и про все вот это. Стеклову было неудобно все это слушать. Но он словно стоял у замочной скважины. И узнавал очень личные подробности. Из ее семьи. Но зато понял главное. Как сильно Лена любила свою семью. И как сильно она переживала за нее. И вот в очередной снежный день Виктор пришел с улицы обогреться после уборки сугробов. Валился в избушку и собрался раздеваться. Но Лена предложила помочь. Что, будешь мне как первокласснику варежки и штанишки снимать? Усмехнулся мужчина. А думаешь, плохо получится? Ну попробуй. По-барски щедро разрешил ей хозяин. Но у Кроминой явно был талант. Она играючи сдернула одну волочную рукавицу. Потом другую. Размотала шарф. Стянула его. И перебросила себе через плечо. Я тебя раздела. Мне полагается награда. Ведро медалев. За непоседенный труд. И хитрая лисичка забралась на колени. Прям на колени к любимому. И принялась целовать его. Вот это кайф. Мысли текли лениво. Расслабленный организм с трудом приходил в себя после острой эмоциональной и физической встряски. Которую он только что пережил. Ведь одевайся. А то замерзнешь. Девушка появилась из комнаты на ходу натягивая свитер. Потом шмокнула не до конца вменяем мужчину в макушку. И подхватив кастрюлю с супом для собак. Вышла из избушки. И Лена вернулась быстро. И улыбаясь смотрела как грозный хозяин стягивает валенки. И выбирается из теплого одеяния. Цепляясь свитером за молнию. Ты на меня напала? Констатировал Виктор. Ага. А тебе понравилось? Услышал он в ответ. На меня таким бессовестным образом никто еще не нападал. Почти возмущался стеклов. Ну, поздравляю с первым разом. Давай отобедаем в честь этого дела. Я приглашаю. Веселилась Ленка. Куда? Не въезжал мужчина. К столу. А куда же еще? И Виктор громко расхохотался. И даже хлопнул себе руками по бедрам. Ну, ты звезда. Но себе признался честно, что неожиданная инициатива со стороны Лены ему ужасно понравилась. И теперь к староверам они ездили чаще. Кромена домой звонила с удовольствием. Могли бы и каждый день путешествовать к телефону. Но запасы бензина были ограничены. И приходилось экономить. Вот тебе и гендиректор. Терранефть. Экономным должна быть экономика. Понял? Вот так вот. Ну, вот так. Вот так и начинаешь ценить блага цивилизации. Восклицал ей стеклов. Вот приеду домой. Включу везде свет. И не буду выключать. Пока не надоест. Ты здесь? А за квартирой кто там смотрит? Поинтересовалась Лена. Кромена. Я уже не в том возрасте, когда живут в квартирах. У меня свой дом. Трехэтажный. Настоящий. Из камня и дерева. И я не один живу. Так что все схвачено. И давным-давно уже продумано. С удовольствием объяснял ей Виктор. И Ленка прям застыла с улыбкой на лице. Словно аж мышцы у нее свело. Едва смогла встать и отвернуться к окну, чтобы не испугать довольного мужчину. Не один я живу. А я дура гремучая. Как это тайга? Точно. Ох, дремучая. Размечталась тут. Конечно же, такие мужчины одни не бывают. Они всем нравятся. И звонит он всегда долго. Не только со своим Игорем разговаривать там. А я ни разу не слушала, что он говорит. Я же на улицу выхожу. Стеклов не сразу заметил перемену настроения девушки. Лен, что случилось? Тебе плохо? Ты не простыла? Зачем выскакивать раздетый на мороз? Он донимал ее вопросами и упреками. Я не простыла. Ровным, тусклым голосом отвечала ему Лена. Все нормально. Невозможно было спрятаться или уйти куда-то. А слезы так и подступали. Хотя плаксой она никогда не была. Да что такое, скажи. Ну, в самом деле. Тебя пытать, что ли? А вот что ты жене скажешь? Спросила Лена. Соврешь? Что один жил? Или придумаешь мне мужское имя? Леня или Леха, да? Да нет у меня жены. Что за бред? Ну, подружки. Какая разница? Да и подруги у меня такие. Эпизодические. Ты можешь нормально объяснить, к чему весь этот допрос, а? Недоумевал мужчина. А с кем это ты там живешь? А, это... Я живу с родителями. Да. А ты же рассказывал, что они умерли. Это приемные родители. Объяснил он. Ты меня за кого принимаешь? В тридцать лет тебя кто-то усыновил? Не выдержала Ленка. Вот это уж точно бред. Бредятина. Так. Прекратить разговорчики в строю. Иди ко мне. Я все объясню. И он сгреб девушку в охапку и потащил на кровать. Уселся и прижал ее к себе. Мы все вместе учились. Я, Игорек, Серега и Валька Савченко. Валек у нас самый умный был. Потому что батя у него преподавал физику и математику. А мать литературу и русский. Но родители его жили под Иркутском. А мои в Тюмени. И поэтому мы все ошивались у нас. У нас дома. Ну, ему всегда посылки хорошие присылали. Савченко в каком-то лес-промхозе проживали. Там японцы лес у них покупали. Ну, и на бартер продукты завозили. К себе в Японию лес, а к нам сюда. Банки, шманки. С нашей же причем икрой. Тряпки там всякие. Магнитофоны, электронику. Видики. Ну, потом мы работали в одной конторе и в разных. Но всегда собирались вместе. Всегда. Даже если в разных. И несколько лет назад Валька купил долевое в Нижневартовске. Большую, огромную квартиру. Ну, и родителей к себе перевез. А потом какой-то урод пьяный сбил. Сбил его на машине. И родители остались одни. Ну, я их почти не знал. Ко мне отец Валькин пришел и попросил со сторожем на нашу базу. Сам пришел. Я не взял, потому что, ну, не было тогда мест. Куда его? Ну, ему стало плохо прямо у меня в кабинете. И пришлось даже скорую вызывать. Жене позвонили. В общем, с долевым их надули. Да, кинули. Из квартиры выгнали. Их даже деньги не заплатили сразу. А записали на очередь через полгода. Ну, и я их забрал. К себе. А куда деваться-то? И вот теперь у меня есть вторые родители. Места всем хватает. А жена или дети у Савченко были? Спросила осторожно Лена. Нет. Он все работал. Так и не успел семью завести. И оба промолчали. Но подумали одинаково о том, что Стеклову пора не только об усыновленных детях, родителях, заботиться. Ну, так получилось. Усыновленные родители. Именно так он их и называл. Теперь нужно и самому уже стать родителем. Ну, успокоилась. Так что, когда приедешь ко мне в гости, никто тебя со скалкой ждать там не будет у двери. Усмехнулся Виктор. О, хоть в гости позвал. И то достижение. Решила для себя Лена. А вот куда, спрашивается, вот куда здесь можно пригласить девушку в этой непроходимой тайге, еще и зимой, пригласить так, чтобы это было похоже на свидание? На рыбалку. — Точно. — Лед на реке. Да и снегом все завалено. — Какая рыбалка? — изумела скромно, когда поняла, куда ее Виктор тут зовет. — Ну, как? Подлинная, подледная рыбалка. Слыхал такую? Подледная, подлинная рыбалка. Ты думаешь, весь север девять месяцев сидит и ждет, когда там ледоход начнется, что ли? Да вымрут они там с голоду, если будут ждать. Сидят и долбят лунки, конечно. Ставят сети, переметы. — Я вам даже наживку уже приготовил. Так что собирайся. Сегодня поставим. А улов проверять будем уже завтра. — Объяснил ей мужчина. — Я тебе сейчас перемет покажу. И вот через несколько минут Лена разглядывала странную снасть. К прочной пятнадцатиметровой бечевке было привязано штук двадцать коротких шнурочков, каждый из которых заканчивался большим крючком. Для наживки стеклов порезал на кусочки мелкую рыбешку, которая была запасена у домовитого хозяина еще с поздней осени. Пока одевались, Лена узнала, что самая распространенная зимняя рыба в этих краях — налим. Слыхали такое? А вкусный какой? Уха. Все остальные рыбу зимой спят. Да, именно спят на ямах. Или просто живут неспешно и лениво. А налим в это время — это хозяин реки. У него даже нерест зимой. И вот на обе налим невкусный. Там вода совсем другая. Ловят его только на корм животным. На зверофермы вывозят. Так что на обида там невкусный. А на Енисеи и в притоках это нормальная зимняя добыча. В поселках все переметы такие ставят. Проверять их ходят не только мужчины, но даже и дедушки, бабушки. Да, не удивляйся. Даже вместе ходят. И подростки тоже. Рассказывал Виктор, помогая Кроминой завязывать шарф. Ехать пришлось до того участка, где медведица впадала в большую реку. Там место было подходящее. Вода свежая. И невдалеке имелись ямы с корягами, в которых любят прятаться именно налимы. Ленка сидела позади Стеклова и представляла, как они сейчас приедут, потом таким красивым буравчиком просверлят дырочку во льду и будут ловить рыбу. Все это девушка однажды видела в какой-то передаче, то ли в кино. Но реальность оказалась совсем другой, как в том фильме «Особенности национальной рыбалки». «Сначала они лопатами чистили снег. До синего пота. А потом...» «Ну, вот тебе пешня», сказал Виктор и вручил Лене тяжеленное орудие с сеточкой, похожее на большое копье. «Все, вот тут долби. А я пока остальные лунки буду делать». Оказывается, он вообще ничего бурить не собирался. «Как так-то?» И почти целый час опять до пота на синем лобе Ленка лупила по льду этой пешней с острым металлическим наконечником. Но до воды так и не добралась. До того колодца. Лед вокруг был засыпан одними осколками, блестевшими на солнце не хуже настоящих бриллиантов. «Как те брюлики». «Точно!» Мелкой алмазной пылью покрылись валенки от Диор и шубка новоявленной рыбачки. «Точно! Алмазы!» Стеклов быстро управился с несколькими маленькими луночками и пришел помогать. Но, увидев Ленку, какое-то время ничего не мог сказать. В сверкающей одежде разрумянившейся от работы мороза красавица была просто неотразима. Точно как от Сваровски. «Вот это, Снегурочка! Вот это я понимаю! А то нарисуют какую-то бледную немочь в короне!» подумал Виктор и тоже стал рубить главную лунку — майну. «Не-е-е, так нечестно!» возмущалась девушка, когда разлезел, как пешня была уже у мужчины. «Такое я бы смогла!» В руках Виктора взмывал вверх, а потом врезался в лед топор, приваренный к тяжелому железному ломику. «Ну да! Ну на, возьми! Попробуй!» разрешил ей бывалый рыбак. «А то, конечно, пока ее не замучила, то... Ну давай!» И она взяла. Ленка долго работать такой тяжестью не смогла. Задохнулась, передохнула, но попробовала. Зато у нее ловко получалось орудовать лопатой. Это точно получалось. Свои сваровские брюлики отгребала очень знатно. Потом длинной палкой продевали бечевку от одной лунки к другой, и уже после этого привязали к веревочке сам перемет с наживкой. Легко и быстро ушла снасть в воду. Стеклов засыпал лунки снегом, а палку воткнул рядом. «Ну все! Поехали скорее домой! Есть уж больно хочется!» Уставшая Кромина завалилась в те сани и ехала лежа, как штабелем. Смотрела на синее небо и заснеженные деревья вокруг, и вспоминала, что у них в Геленджике сейчас еще дождливо и ветрено, и море штормит. Но через пару недель в середине февраля уже наступит весна. Дед опять будет там возиться на своей даче, и весь его зимний радикулит в один момент сразу же все пройдет, как обычно бывало. И самое главное, Лена просто не могла представить, куда ей самой-самой в первую очередь поехать. С одной стороны, нужно обязательно узнать, что там с Сережей, увидеть его, если это возможно. И, наверное, стоит появиться в институте, отметиться, галочку поставить. И Стеклов в Нижневартовск полетит. Но в Геленджике ждут родители и дед. Никуда не денеси. Маме будет спокойнее, если в ее отсутствие Лена поживет дома. И отец, и дед не останутся тоже одни. Дорога к избушке была недолгой, поэтому тяжелые раздумья у Лены в этот раз закончились довольно быстро. Собаки бросили встречать своих хозяев. Взрослые пытались унюхать, где были люди, что привезли с собой. А две малявки, черные и разноцветные, просто лезли под руки, чтобы их погладили. На следующий день история с водолбленной лунок повторилась. Только лед намерз гораздо тоньше прежнего, и все получилось гораздо быстрее. Не надо было так наяривать, как вчера. Девушка была в полнейшем восторге, когда из проруби показалась огромная, плоская и усатая морда. «Ничего себе рыбка! Целый крокодил!» Главная добыча топорщила свои плавники и разевала широкий рот. Еще несколько рыбин были гораздо меньше размером. Стеклов остался доволен и уловом, и эффектом, который этот улов произвел на Ленку. Дома Виктор сам жарил рыбу и варил уху. Знаменитую налимью печенку таежный гурман растер в отдельной мисочке, растер ее в кашицу и положил в уху в последнюю очередь. Печенка налима Макса. «Это самое ценное в рыбе и в ухе. Самый цимус!» торжественно сообщил Виктор и поставил перед Ленкой миску с ароматнейшим варевом. Уха и в самом деле была хороша. И вот через несколько дней пришло время расставаться еще с одним щенком. Черная сестричка Терры уже подросла и ее отвезли к новым хозяевам. Этой собаке староверы были особенно рады, потому что во время последней собачьей эпидемии, эпидемии чумки, у них погибли все, все сучки. А такая крепкая и смышленая самка должна была в скором будущем дать хороший приплод. Обязательно! Да и на охотничьи способности молодайки Евмен очень и очень рассчитывал. Но поездка запомнилась Виктору и Лене совсем даже не этим. Они звонили родным и друзьям. И Никита рассказал о том, как Сергей попал в эту историю с кражей денег, похищением Лены и подставой Стеклова. Сначала все выслушала Лена и хотела уйти. Но Виктор жестом показал, чтобы она осталась. Никита, что там случилось? С дедом или с Верой? Спрашивал Стеклов. До дома все нормально. Просто я письмо получил от Сергея. Адвокат мне отправил. Оказывается, нашлись добрые люди, которые убедили Серегу помочь родить новую компанию. Нашлись таки. Вот уж не думал, что он может согласиться. Возмущался Леннен отец. Ну ты не кипятись. Кому же не хочется попробовать что-то новое? Ничего предосудительного в его согласии нет. Человек волен выбирать. Ну вот соратников себе выбирать нужно с умом, перебил Виктора Никита. Соратники оказались гнильцой. Угу. И пока Серега с уставом лицензии тут бегал, его сотрудники быстро придумали, как можно поживиться за твой счет. Ну а потом отступать было уже поздно. Ну неужели я за столько лет не заслужил, чтобы друг мне доверил свои планы, а? Или он думал, что я откажусь помочь? В голосе Виктора звучала обида. Да я же с ним не говорил. Хорошо хоть письмо дошло. Он пишет, что надеялся взять деньги на время и после получения прибыли все вернуть назад. Но его подельнички взяли навсегда и все. И смылись с хвостиком. И идея с похищением Ленки не Серегина. Да и никакого захвата с ОМОНом он тоже не планировал. Маски шоу нет. Никто не планировал. Просто хотел, чтобы ты уехал на какое-то время, пока он разберется здесь со всеми делами. Ну спасибо, Никита. А что за адвокат там у него? Лерка наша? Да нет. Игорь договорился рассказов. Там все как надо, все поставлено. А вы там как? Лена говорит, что вы с ней редко видитесь, да? Ну ты уж находи там время ее проведать. А то кто их там знает этих местных? Еще обидит девчонку. Да не переживай ты, я все контролирую. Никто тут ее не тронет. Ну пока, обещал Стеклов, а самому уже тошно было от своего этого вранья. Он упрекал Сергея в недоверии. А сам? А сам-то как? Вот как потом объяснить Никите, что он взрослый мужик фактически соблазнил его молоденькую дочечку? Тоже мне контролер нашелся. Ругал себя мужчина. И не представлял, поймет его Кромен. Или даже говорить не захочет. После этого. А Лена была подавлена такой новостью. она до последнего надеялась, что Сергея оговорили. А теперь надежда все совсем пропала. И девушка боялась даже смотреть на Стеклова. Ей казалось, что уж теперь-то он должен ее возненавидеть. Но мужчина все делал как обычно. Подал руку, когда она слезала снегохода, помогал готовить ужин и уснул так же, прижимая девушку к себе. Виктор решил не лезть к ней в душу и не устраивать сейчас разборки. Зачем? Он видел, что Лена приуныла после разговора с отцом. Да и не до того ему было. У него появилась своя забота. Рассказыв, сообщил, что послезавтра вертолет может забрать Лену. Только Лену. Самому стеклу уехать пока было еще рано. И теперь мужчина не знал, как же сообщить эту новость Кроминой. И решил для себя, что, как в старину говорили, что утро вечера мудренее. Да, утро вечера действительно мудренее. Ребята, мне побольше тайги хочется. Вот этих староверов, вот этого всего. Любовь Марков, ну, так, между прочим, мне редактор говорил, что он очень сильно порезал этот рассказ. Здесь было так затянуто, просто поделюсь с вами секретиками. Тут было там он так долго целует ее туда-сюда, там это было воприще растянуто все. И то, даже когда читаешь вот этот укороченный вариант, тоже немножко раздражает, правда? Ну, я думаю, многие со мной согласятся. И то, здесь это вообще вариант коротенький. тут как могли, его чик-почикали вообще. Ну, в том плане, чтобы эту любовь морковь убрать. И тоже вопрос по этим староверам, ребята, что это у них телефон, там, спутников, все у них есть, а тут вот гендира, у директора нихрена нет вообще, бензина у него что-то экономит, что это за шминдер-пиндер? Ему трубу туда могли провести, я уже не раз говорил, прям трубу с того Газпрома вот такую двадцатую, тридцатую, пидцатую такую, все, поставили и все, и все у него будет, что-то это какая-то выдумка, выдумка актера, что-то не похоже на правду, неправдоподобно, неверу, вот, тут бы у него их приставили к нему и слежку, и староверов бы следили за ним, ну, если бы это была реальность, чтобы никуда не сбежал и так далее, чтобы знали, все под контролем было, ну, если бы действительно там большие деньжища крутились, отослали бы и там бы и мало того, еще бы там его и прибили бы в той тайге, чтобы никто и даже, ну, типа медведь напал, и все, но это мы прям вообще в детективы зашли, да, ну, просто такое житие твое, такое житие всегда вот оно так, в жизни, а не вот так вот, как тут, вот так вот, согласны вы? Но интересно, правда? Тоже интересно местами. Ребята, на сегодня у нас часть шестая закончена, ставьте ваши педали, отвязывайте лайку, проверяйте, чтобы там снизу все горело синим пламенем, не забывайте. Спасибо, что делитесь нашими рассказами, спасибо, что есть спонсоры, ребята, и, ребята, не забывайте подписываться, это я нам говорю, чтобы не пропустить следующие новые ролики. Некоторые говорят, а где следующий рассказ? У нас каждый день, ребята, радио в избушке, не забывайте, радиоточка, дротовое радио, включаете в крозетку, помните, включаете в 17.00, на эти, на будни, и в 12.00 у нас на праздники, и на выходные, или наоборот, ну, в общем, вы поняли, в 12.00, в 12.00 у нас включаете радио, и будет у нас Жанова рассказ, и все эти части находятся в плейлисте, плейлист прям под видео называется «Все аудиокниги», это, говорю, кто не знает, там я отсортировал, и все эти части идут один за другим, автоматически, и вы тогда точно ничего не пропустите, они идут один за другим, можно прям включать, и он проходит, и автоматически следующий, 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 вот, вот такой вам лайфхряк, а на сегодня, ребята, шо на сегодня, все, лови, ложите крючочек на крючочек, крючочек на крючочек, поняли, поняли, и увидимся завтра, а на сегодня, покедуло, споки-ноки, вот так вот,